В ночь с 5 на 6 ноября на погранзаставе в 60 километрах от столицы Таджикистана произошел инцидент с жертвами. По версии озвученной Государственным комитетом национальной безопасности ГКНБ Таджикистана, 20 вооруженных людей в масках атаковали пограничную заставу Ишкабот на границе с Узбекистаном, подъехав к ней на 4 машинах. По версии властей, напавшие захватили 5 автоматов Калашникова у пограничников. В результате операций силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находившиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 задержаны. Погибли пограничник и сотрудник милиции, сообщает погранслужба. Лица, совершившие нападения на пограничную заставу, были боевиками группировки Исламского государства, сообщил в среду пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. По словам ведомства, в ходе допроса задержанных выяснилось, что эти так называемые боевики проникли 3 ноября в Кубодионский район Таджикистана со стороны уезда Калай-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Некоторые источники сообщают, что среди нападавших были и женщины. Сразу следует заметить, что инцидент произошел как нельзя кстати. Буквально в последние недели Россия активизировала свои действия в отношении Таджикистана по дальнейшему усилению своего военного влияния в регионе, которое, как известно, происходит под предлогом опасности вторжения боевиков из Афганистана. Обстоятельства самого инцидента также вызывают много вопросов. На фотографиях, опубликованных на сайте МВД Таджикистана, отчетливо видны номерные знаки двух из четырех автомашин и обе относятся к столичному региону. Кроме того, на фотографиях один из убитых нападавших лежит лицом к земле, а его руки скованы за спиной наручниками. Примечательно, что данные фотографии почти сразу после публикации исчезли с официального сайта правоохранительного ведомства. Однако наблюдатели уже успели сохранить их. Другие детали и подробности произошедшего также вызывают у наблюдателей сомнения в официальной версии. Так, например, расстояние между точкой пересечения афганско-таджикской границы и подвергшейся нападению по гран-заставой составляет более 100 километров. И как группа из 20 человек могла преодолеть такое расстояние без каких-либо препятствий, минуя несколько постов, остается для всех большой загадкой. Также стоит отметить, что автомобильного пункта пропуска в том районе нет, за заставой находится горный хребет, по которому проходит граница между двумя странами. Поэтому остается также непонятным, чего именно хотели добиться нападавшие, ведь прорываться им было некуда. Примечательно, что многие аналитики высказались о подозрительности официальной версии, многие даже прямо заявили об организации нападения режимом в интересах России. Так эксперт портала Фергана.ру Аркадий Дубнов также высказал серьезные сомнения в версии властей. Терпеть не могу конспирологические теории, но есть серьезные сомнения, что это были боевики ИГ. Во-первых, само ИГ этого не подтверждает. Во-вторых, что это за боевики, которые позволили перестрелять себя как цыплят, хотя ранее сумели безнаказанно пересечь границу и проехать больше сотни километров до заставы, при этом они были в масках, хотя за последние годы ни одна атака в регионе не совершалась в масках. У меня ощущение, что это какие-то заключенные, которых отправили на такое дело. Зная непрофессионализм и цинизм таджикских силовиков можно предположить все, что угодно, считает специалист по Центральной Азии. На своей странице в Facebook Дубнов пишет. Обострение произошло спустя неделю после визитов в Таджикистан и Узбекистан секретаря Совета безопасности России Патрушева, обсуждавшего вызовы и угрозы безопасности в регионе и в соседнем Афганистане. И вот вызовы тут как тут. Там исходя из своих интересов и так далее, там нет терроризма. Другой эксперт по Центральной Азии Александр Князев пошел еще дальше и назвал инцидент на погранзаставе в Таджикистане спектаклем спецслужб. По его мнению, официальная трактовка этих событий просто заставляет процитировать режиссера Станиславского. Не верю, нужно быть начисто лишенным элементарного логического мышления, чтобы передвигаться так, как это делали неизвестные люди в черных масках. Добираться из афганского Калайзала Кундуз слишком сложно, минуя два района около 300 километров по таджикской территории и мимо десятка других застав. Не вдаваясь в другие, в большей степени технические детали, я думаю, что все это спектакль-провокация, считает Князев. Эксперт также считает, что главная цель подобных акций со стороны режима – это необходимость поддерживать у населения боязнь так называемой террористической угрозы и потребность защиты от нее со стороны государства, после чего общество становится более управляемым, а режим, несмотря на свою тотальную неэффективность в целом, получает кредит доверия и поддержки. Аналогичное мнение озвучил ресурсу Азия Плюс и ветеран органов госбезопасности Таджикистана Давлад Ходжа Назиров. Маловероятно, что группировка игиловцев в составе 20 человек тайно переправилась через госграницу Афганистана с Таджикистаном. И совсем невероятно, что они в течение трех дней незаметно передвигались по территории страны, преодолев почти 200 километров от Кубодиона до района Рудакии и смогли подойти почти к столице, заявил он. Кроме того, афганские пограничники отвергли даже малейшую вероятность того, что с их стороны на территорию Таджикистана могла проникнуть незамеченными такая большая группа людей. Участок госграницы в уезде Кала-Изал, провинции Кундус, откуда по сообщениям СМИ якобы проникли боевики ИГ в Таджикистан, вполне достойно охраняется с афганской, да и с таджикской стороны. Наши службы здесь зафиксировали и пресекли бы попытку перехода границы не то что группой в 20 человек, но даже одним человеком. Не надо забывать также, что участок границы в Кала-Изал очень труден для нелегального перехода. Для этого боевикам пришлось бы переправиться через реку Пяндж. А это, поверьте, очень непросто сделать, тем более группе в 20 человек, сообщил российской независимой газете источник в афганской погранслужбе. Напомним, что тема угрозы вторжения в страны Центральной Азии и боевиков с территории Афганистана активно муссируется России на протяжении уже многих лет, лишь для того, чтобы оправдать дальнейшую военную интервенцию в регион, в частности в Таджикистан, где, кстати говоря, уже и так расквартированы две ее военные базы, одна из которых находится практически в столице страны Душанбе. Менее месяца назад, 16 октября, Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение о порядке формирования применения совместных групп специалистов, экспертов, пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах в некоторых бывших советских государствах. А в конце октября стало известно об отправке России комплекта зенитно-ракетных систем С-300ПС в Таджикистан для прикрытия своей военной базы и противовоздушной обороны. В подготовительных мероприятиях зенитно-ракетный дивизион наступает на опытное боевое дежурство, основной задачей которым является прикрытие объектов 201-го военной базы. 60% внешней границы – содружество с Афганистаном. Эксперты считают, что режим Рахмона, несмотря на формальный суверенитет Таджикистана, традиционно для себя обслуживает геополитические интересы России в регионе, возвращая страну в колониальный период и превращая ее в одну большую российскую военную базу. И мне, как командующую войсками Центрального военного округа, выпала большая честь. Российское военное присутствие, по мнению Рахмона, должно стать гарантией сохранения его режима в случае, если у народа закончится терпение, и он последует примеру многих мусульманских стран, где в наше время происходят народные революции. Однако, по всей видимости, все подобные действия режима дают обратный эффект, форсируют наступление неизбежного, и с каждым годом истинные намерения Рахмона, его предательство и сотрудничество с историческим врагом таджикского народа России становятся все более очевидными для уже уставшего терпеть население страны. Все это приближает наступление политического взрыва, который может захлестнуть весь Туркестан и закончиться в итоге полным изгнанием России из региона. Редактор субтитров А.Семкин